Добрый день, уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить в этой аудитории. Моя сегодняшняя презентация – это труд всех, на самом деле, врачей нашего института. И хотелось бы сказать, что я представляю сейчас именно такую узкую локализацию, допухоли головы и шеи, так как это наше отделение, которое занимается. Но мы работаем, конечно, в тесном контакте со всеми остальными отделениями. И хотелось бы сказать о том, что основной концепцией для нас вообще является то, что очень сложная локализация, очень сложная структура, очень сложная нозология. И мы столкнулись с тем, что вот эти два составляющих, они требуют какого-то определенного решения. Проблема в том, что эта королева опухолей кожи находится на участке небольшом. В каком-то периоде она захватывает большое распространение, имеет и дальше, когда обращается пациент, появляются большие сложности в выполнении того или иного вмешательства. И вот на этом этапе хочу сказать, что у нас очень четко все прописано, негласно в институте о том, что мы таких пациентов обсуждаем обязательно с химиотерапевтами сразу. И определяем тактику на мультидисциплинарной комиссии. Выполнение какого-то объема, да, действительно, хирургически это возможно, и это все правильно. Но мне кажется, на мой взгляд, сейчас мы пришли уже к тому, что любую локализацию необходимо обсуждать со всеми специалистами сразу, изначально, на догоспитальном этапе. До определения своего мнения необходимо высушить и другие мнения. Изучая литературу, которую очень трудно было на самом деле найти в интернете, о локализации меланомы в области головы и шеи, мы столкнулись с такой интересной очень работой, в которой описываются исследования и результаты исследований в период с 1994 по 2004 год и больше 2000 пациентов с меланомой кожи головы и шеи. И несколько слайдов о том, именно касательно головы и шеи, не в целом меланомы конечностей и туловища, а именно при меланоме кожи волосистой части головы и лица, было выявлено то, что выживаемость при локализации этой опухоли и нахождении ее на коже лица лучше, нежели при локализации опухоли на волосистой части головы. Связано это, конечно, мы тоже это понимаем, связано это, конечно, с тем, что особенности лимфотока опухоли. Также, как и при других локализациях, имеет, конечно, значение изъязвление опухоли в прогностическом факторе, прогностические факторы. Хуже всего прогноз при изучении группы авторов, которые представили эту работу, они представили несколько видов опухоли, в том числе это и надулярные, то есть узловые формы, это лентигомеланомы, это меланомы, которые возникли на фоне диспластических неусов, поверхностно распространяющиеся меланомы. И, как видите, на этом графике, хуже всего прогноз у тех, у кого имеется узловая форма меланомы. То есть это на самом деле действительно очень значимое направление в лечении этих пациентов, очень тщательный подбор в лечении должен быть и обязательно комплексный именно в работе с химиотерапевтами. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день, можно сказать, с радиологами, так что, насколько я поняла, доклад будет представлен Сергеем Николаевичем, очень интересно его послушать. И хотелось бы сказать о том, что они представляют не по Бреслова, а именно по Кларку. И, естественно, как и при других локализациях, мы видим, что действительно, чем ниже Кларк, тем хуже у пациентов состояние. Прогноз. При анализе данных по том, что рассказывали предыдущие докладчики, отступив от края, это очень, на самом деле, ну не очень, но на самом деле это гораздо проще говорить при локализации в области туловища либо конечности, а ведь там имеются все-таки большие размеры для ротации лоскутов и для комбинированных доступов. То есть здесь речь идет о локализации опухоли, где достаточно сложно выполнить реконструкцию пластику. Имея в резерве микрососудистую пластику, имея возможности КТ, МРТ, сосудистых топометрий, для того, чтобы определить и найти сосудистый пучок, даже имея все это, порой сталкиваешься с ситуацией, когда невозможно сразу, сходу решить, какой именно лоскут будет использован в этой ситуации конкретной. И необходимо это обязательно решить до того, пока пациента берешь в операционную, потому как в этой ситуации, далее столкнувшись с таким дефектом, который образовался, не имея в уме того, представление о том, как дефект будет закрываться, достаточно сложно, сталкиваешься с очень трудной ситуацией. С этой ситуацией можно столкнуться, если пациент попадает экстренно в операционную с большим размером опухоли и с кровотечением. Вот тогда, да, действительно, по месту приходится решать и моделировать вот эту вот ситуацию. И при исследовании мы понимаем, что на самом деле на голове и шее достаточно сложно 4 сантиметра отступить от опухоли. Все это знают. И представлены несколько работ с 1998 года по 2011 год, где указываются группы пациентов. И, как видите, достаточно много групп. Это количество пациентов от 612 до около 1000 пациентов. И распределение этих пациентов в зависимости от 2 сантиметров, от края опухоли и от 4, и по толщине опухоли бресло. То есть было, как видите, по данным, на самом деле, как и предыдущий докладчик говорил, все это спорное. Причем мы встречали уже работы, в которых говорилось о том, что увеличение краев резекции более 2 сантиметров, оно не дает преимущества отношения болезнь специфической выживаемости, что представлено на данном графике. На самом деле очень сложно решить, каким образом выполнять резекцию в ущерб близлежащего органа, если, например, это находится глаз рядом, либо кость, ушная раковина. Это достаточно сложно. Но вот изучая эти моменты, мы для себя тоже определили тактику в отношении этой категории пациентов. Исследуя еще одну работу, хотелось бы сказать о том, что они также определили для себя четкие такие клинические рекомендации, в которых говорится о том, что именно на локализации голове и шеи должна быть истечена не менее 1 сантиметра. То есть опухоль. От краев, от края опухоли нужно отойти не менее 1 сантиметра. В зависимости, так как голова и шея – это действительно небольшой объем удаляемых опухолей, вернее, удаляемых тканей, в этой ситуации необходимо обязательно рассмотреть возможность перемещения лоскута, может быть, комбинированным способом, то есть микрососудистой и нососудистой ножки. Также они определили, что фактически край резекции должен зависеть от анатомического расположения, о чем я сейчас говорила. Ну и по их данным, они считают, что биопсия сигнального узла рекомендована со стадии 1b и выше, на тот момент, когда была выполнена эта работа того года. Ну для нас, как для специалистов, я тоже являюсь хирургом, и не могу сказать, что я только хирург, потому что опухоли головы и шеи – это комбинированный подход, и мыслить приходится не хирургически, а в комбинации со всеми тремя методиками. То и мы выполняем еще химиоэмболизацию сосудов опухоли, и очень тесно работаем с отделением Светланы Анатольевны, когда появляются такие пациенты, у которых имеется кровоточащая меланома, выполнить редукцию невозможно. Мы работаем с нейрохирургическим стационаром «Неалмазово», который нам помогает. Ну и хотелось бы представить литературу, которую мы используем, и о том, о чем говорил коллега из Крыма. На самом деле, существует очень много литературы, и мы это изучаем. Более того, обучение, вплоть до того, что получение сертификата пластического хирурга, для того, чтобы понимать и делать правильные разрезы. Это очень сложная, но и доступная для всех реконструкция в любой локализации, независимо, то ли это, представляете, как на теле, и специально в сравнении хотела показать о том, что и на лице силовые линии, как они расположены, и каким образом необходимо выполнять хирургическое вмешательство. Ну и нельзя забывать о том, что когда едешь домой, как говорится, всегда выбираешь ту дорогу, которую знаешь, и она будет самая лучшая. И то же самое в жизни, и у хирурга в том числе. Если хирург умеет делать очень хорошо какое-то хирургическое у него вмешательство, пособие, которое он делает лучше, чем другие, ему надо, конечно, стараться делать именно так, но не умея привлекать другого специалиста для того, чтобы он мог помочь и развиваться дальше. Потому что стоять на месте и выполнять один и тот же объем не совсем для хирурга будет правильно. С учетом того, что, опять же, это опухоль головы и шеи, мы сталкиваемся постоянно с той ситуацией, когда нам приходится удалять кости лица. И это достаточно сложно. Мы используем различные материалы для восстановления. Пытаясь сформулировать, каким образом, в общем-то, подходить к любому хирургическому вмешательству, есть несколько простых таких истин, о которых знает любой хирург, который занимается хирургической пластикой. Они различны. И каждый из этих, который представлен на слайде, необходимо обязательно учитывать и иметь обязательно в резерве, для того, чтобы понимать, каким образом, в какой момент, если какой-то из диагностических способов, диагностических методик не помог выявить распространение инвазии в соседний орган, в кость или в определенную структуру, то мы должны понимать, что в любой момент может возникнуть необходимость восполнения дефекта, кроме кожаномышечного, еще и костными трансплантатами. Ну и хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день очень большое такое направление, это микрохирургическая пластика, которой практически все уже умеют работать и сложности уже не составляет, потому что есть обучающие курсы. И, в общем-то, у нас в институте очень рутинная практика. Но на самом деле хотелось бы очень предостеречь тех, кто начинает, и тот, кто сейчас работает, что лучше, конечно, учиться на ошибках других, потому что это, конечно, невозможно так, но на самом деле так лучше, потому что считается и бытует сейчас мнение о том, что необходимо выполнять лучше всего микрохирургические пластики, хотя если сравнивать по совпадению, несовпадению цвета происходит, и очень часто происходит контрактура, неровность контура, то есть необходимо обязательно, учитывая то, что продолжительность жизни наших пациентов небольшая, максимально эстетический эффект у этих пациентов. Ну и для дефектов среднего размера можно использовать различные виды реконструкции, о которых я позже скажу. Укрытие больших дефектов для них, конечно же, подходит микрососудистая пластика. Это чаще всего, но нельзя забывать о том, что есть и различные виды микрососудистых трансплантатов. Они различной локализации. Ну и если не вдаваться в эту мелкую таблицу, хотелось бы сказать вкратце о том, что так же, как и при опухолях головы и шеи, плоскоклеточные дифференцировки, так же, как и при других опухолях базальных различных, много гистологических форм, самым главным является составление вот такой таблицы для каждого пациента для себя. Что было у пациента в анамнезе, было ли облучение, имеется в виду при плоскоклеточных дифференцировках. Если же при меланоме мы встречаем иногда бывают пациенты, которые тоже были облучены. Ну и вот эти вот сложные мышечные лоскуты, которые мы попытались все-таки собрать в таблицу, и о том, что они существуют, и надо не забывать о том, что есть региональные местные, есть трансплантаты и есть микрохирургические трансплантаты, которые тоже требуют тщательного подбора, и нельзя выполнять не ту пластику, потому что очень много осложнений после таких реконструкций. Ну и хотелось бы сказать о том, вот именно, что говорилось, и выполнение, нижний слайд это под микроскопом, выполнение уже удаления сосцевидного отростка и структур, как видите, ухо внутреннего, здесь получается очень большой дефект у пациента. И очень такой важный момент, о котором я хотела бы сказать при опухолях головы и шеи, если кто-то в зале этим занимается, он меня поймет, что локализация данной опухоли в околоушной железе, это первый момент, это опухоль локализуется в органе, который очень хорошо кровоснабжается, а второй момент, когда для того, чтобы закрыть вот этот доступ, понимаете, какая произведена пластика, в этой ситуации необходимо понимать, мы выполняем большую пластику, сепаровка лоскутов, и может быть я сейчас говорю больше для хирургов, нежели чем химиотерапевт, но хотелось бы донести, что очень важный момент является выполнять или не выполнять операцию фасциально-фотлярной сечения, потому что для меланомы это очень критично, и войти опять в это же пространство достаточно сложно, поэтому это очень нужный, очень важный момент, и хотелось бы сказать о том, что это не микрохирургическая пластика, это пластика путем перемещения кожно-мышечных лоскутов, и как видите, цвет абсолютно одинаков. Это пациент уехал от нас, я, к сожалению, не могу отдаленно, но здесь уже достаточно, уже 2 недели, 10 дней после операции, поэтому видно, что полностью нет никаких сгибов, и заживет все у пациента хорошо, но на самом деле локализация опухоли находилась в зоне придушной, и достаточно сложно этим пациентам, он молодой человек, которому объяснить, что нужно такую операцию. И о удалении опухоли местными тканями, о которых говорилось, тоже выполнение истечения, когда можно выполнить местными, отсепоровка кожных лоскутов тоже достаточно просто. Лоскуты, которые выполняются на сосудистой ножке, это один из распространенных лоскутов, у пациентки имелся пигментный неос длительное время, она уже не помнит, с какого это времени, и один участок опухоли в области пигментного неоса появилось темное пятно, соответственно, ближе к самому краю. При исследовании вся опухоль доброкачественная, и один участок исследуемый был участок меланомы, малигнизации данного неоса. Ну и выполнена пластика также путем ротации, как видите, сформирован носовой ход, путем заворота лоскута, помещенного в носовой ход, и, в общем-то, все у пациента достаточно успешно прошло и дальше. Очень сложно говорить, и почему плохой прогноз, когда расположение на волосистой части головы, как видите, расположение, это меланома, все расположение на волосистой части головы, лимфоток, он может идти как и с левой стороны, так и справа, опять же, сложный момент возникает, и хочу сказать, что мой дорогой учитель Роберт Иванович Вагнер, о котором я всегда говорю, о том, что при такой локализации это было какое-то обязательное обсуждение этого пациента на предмет того, не то чтобы выполнить эту операцию, эту операцию достаточно сложно выполнить любым способом, любым лоскутом, но проблема была другая. Мы должны были смотреть вперед и понимать, что у пациента могут иметься скрытые метастазы в области лимфатических коллекторов. С учетом того, что в основном это локализация в области магистральных сосудов, необходимо было понимать, что мы должны выполнять, какой объем, какой при наличии метастазов обсуждался вопрос, нужно ли делать операцию края или с выполнением резекции вены, и оставлять обязательно заведомо, мы знаем, что может быть метастазировать с другой стороны, что будет отсутствовать одновенно с другой стороны. То есть это очень сложно. И вот пациент, у которого уже выполнена меланома, удаление меланомы, и у пациента была выполнена операция, и, как видите, о чем я сейчас говорила, хочется донести, что основная сложность – это в планировании. Лимфоток может быть различный, и у этого пациента, как видите, спрогрессировала сторона левая, хотя расположение у пациента опухоли практически посередине. И достаточно сложно, когда мы сохранили вену, хотя раньше бы давало мнение по всем даже тем достаточно достойным исследованиям о том, что необходимо выполнять с резекцией вены внутренней ремной. Но этот пациент был обсужден и на консилиуме, и решено было сохранить вену с учетом того, что это было возможно сохранить. Через два года у пациента появилось прогрессирование один лимфатический узел с другой стороны, выполнена лимфоденоктомия с правой стороны. Этот пациент жив 5 лет уже. Данная пациентка хотелось бы показать о том, и еще заострить момент на том, что очень часто мы получаем вот таких пациентов, у которых неоднократно лечены при помощи лазеров, фотодинамической терапии, при помощи каких-то мазей. И при исследовании, при дерматоскопии у нас было выявлено, что это злокачественная опухоль, была выполнена пластика. Пластика, на самом деле, реконструкция лица была достаточно сложна, потому что мы не понимали, какой именно, естественно, один участок, который был изменен перед дерматоскопическим, небольшой. Но сам на фоне невуса, которого имелся у пациентки, его все равно надо было удалять, потому что уже здесь нам нет информации о том, что делалось ранее, в какой зоне. Выполнена пластика и выбрана не микрососудистая пластика, на самом деле, а перемещение кожного лоскута. И, как видите, на самом деле, у нее достаточно все хорошо сформировано. Она была представлена на международной конференции. И, на самом деле, получила этот клинический случай. Получена была грамота за то, что действительно выполнена операция, потому что в такой ситуации, когда выполнение на сосудистой ножке достаточно сложно для дальнейшей реабилитации, потому что очень часто бывает краевой некроз таких лоскутов. Ну и вот эта пациентка, которая сейчас на протяжении пяти лет. И хотелось бы сказать о том, что говорил Италий Викторович, о том, что мы дружим со всеми. И у нас это, на самом деле, очень тесно, потому что первый слайд, который был, это пациент, который пришел три дня назад, и уже он записан на консультацию к химиотерапевту. Хотя выполнить хирургическую методику для нас не представляет сложности. Мы вас приглашаем. Пожалуйста, приезжайте. Очень рады будем вас видеть на нашем форуме. Спасибо большое вам. Спасибо. У меня не работает. Да, все работает. Все, все. Спасибо. Давид Олегович. Замир Ахмедов. Теперь у меня не работает. У вас работает. Вопрос такой. Вы определяете все-таки сигнальные? Да. У нас... Я не стала специально представлять этот сэп, потому что... Нет, понятно, что основной доклад будет, но все-таки... Мы стали определять раньше всех, на самом деле. И у нас это уже рутинная практика. Более того, о том, о чем вы говорили, это называется ICG. Мы ее выполняем. У нас стоит на апробации аппарат. У нас и не только на апробации оборудованы операционные. Мы выполняем совместную работу по сигнальным узлам с Сергеем Николаевичем Новиком и Михаилом Акачем-Гершовичем, Павелом Ивановичем Крыжевицком. Это три человека, которые действительно в консилиуме. И выполняем эту рутину уже давно. То есть я не стала выносить, и у нас достаточно большая работа идет научная. Поэтому это у нас обязательно. Понятно. Ваше впечатление, например, при обнаружении микрометастаза, когда патоморфологи им говорят, что обнаружен микрометастаз. Чем вы дополняете или дополняете, может быть, не дополняете операцию? Не совсем поняла вопрос. Ну, патоморфологи по забору материала... Вы имеете до присрочным или при плановом? Да, присрочным. Говорят, микрометастаз. При срочном. Микрометастаз, приходит ответ. Шейная лимфодисекция выполняется? По срочному, извините, перебью. По срочному никто не выполняет. Да, я просто хотела... Спасибо большое. Да, на самом деле, по срочному мы никогда не выполняем. Мы выполняем плановую биопсию, потому что у нас достаточно технология сложная. И необходимо выполнить серийно-ступенчатые срезы для того, чтобы понять, есть ли микрометастазы. Микрометастазы достаточно сложно определить при срочном исследовании. Это первое. Второе. Если мы все-таки выполняем каким-то образом при срочном, то, естественно, здесь показана лимфодинктомия. Потому что в этой ситуации, с такой биологией опухоли, как меланома, в таком объеме обязательно должен быть выполнен хирургическое вмешательство. Я правильно понимаю, я не очень специалист в голове и шее, что выполняется сначала иссечение, а потом ищется сигнальное лимфоузло. Или это одномоментно как-то происходит? Может, я просто не понял. Первичная меланома в области там скуловой части. Я поняла вопрос. На самом деле, у нас... Я его не лазила, я сейчас объясню. Как вот при голове и шее это все происходит? Значит, при голове и шее достаточно тоже одинаково, как я думаю, как и при друге локализация. Мы очень плотно работаем в этом направлении, не только при меланоме, но и при раке орофарингеальных зон. Это одна из первых работ. На самом деле, мы в России пионеры в этом. Потому что еще только были направления. У нас очень много пациентов. И сейчас мы уже подключаем другие методики, мы будем о них докладывать. Относительно того вопроса, который вы задали, выполняется обкалывание меланомы первичной вокруг опухоли, отступя от опухоли. Естественно, эта методика описана. Выполняется обкалывание. И пациент исследуется в гамма-камере. Это делается заранее, накануне операции. Далее пациент поступает, идет в отделение радиологии. Выполняется исследование. Обнаруживается... Я вот просто объем... Я не могу осилить. Это очень большой объем голова-шеи, на самом деле. И не предстояло слайд о региональном лимфатическом аппарате. Что происходит в операционном? Я объясню сейчас, я договорю. О региональном лимфатическом аппарате. И когда мы отправляем пациента на исследование, определенно мы, например, при лимфоденектомии не отдаем блок клетчатки. Мы отдаем сразу группы 1А-7. То есть у нас нет такого, чтобы отдали блок клетчатки на исследование патоморфологам. И вот точно так же работают с нами вместе МРТ-специалисты, УЗИ-специалисты. Также работают патоморфологи и также работают радиологи. То есть у нас это мультидисциплинарная комиссия, которая именно рассматривает. Если у нас при исследовании в радиозатопной лаборатории мы обнаруживаем... Они обнаруживают накопление. Они пишут накопление группа узлов 1А, 1Б, 2А, 2Б. На второй день мы выполняем обкалывание просто в рамках протокола через локальный этический комитет. Сейчас вы говорите о том, что не зарегистрирован препарат. И вот на самом деле тот препарат, который зарегистрирован был и при ICG выполнялась, у нас стоял аппарат, и мы это делали. Обкалывается вокруг краситель. И сразу же устанавливается аппаратура для того, чтобы увидеть лимфоток. На самом деле это будет сейчас зарегистрировано. Но мы делаем разрез, удаляем меланому и делаем разрез. Сначала делаем биопсию лимфоузла, потому что меланому удаляется, либо меняем ткани. То есть, ну, как хирург, вы меня понимаете. То есть, разделенные инструменты, разделенные столы. Либо мы выполняем разрез в той зоне, в которой на гамма-камере определены узлы. То есть, если радиологи говорят, что поражена вторая А-группа, значит, мы делаем разрез в области второй группы. Берем гамма-датчик, исследуем на излучение. Далее, при удалении этих узлов, мы опять же исследуем излучение, уже отдаленные, потому что может фонить от первичной опухоли. Но это вот такая рутинная практика, на самом деле. Все-таки финишный. Это понятно, что рутинный я даже представляю. Можно я сюда решаюсь, дело в том, что это предмет отдельной дискуссии, и перенести эту после, потому что объясню почему. Спасибо. Спасибо за мир. Спасибо.